Добрый день! Вас приветствует старший воспитатель филиала детского сада комбинированного вида «Надежда» номер 576 города Екатеринбург, Перовская Светлана Андреевна. Рада представить инженерный проект своего выпускника Ярослава Лемешева, воспитанника программы дополнительного образования «Играем и моделируем в Ликрогейм». Данный проект впервые в данной возрастной категории был представлен среди лучших проектных работ школьников и студентов на Всероссийской детской конференции «Умный мир. Руками детей». Данная работа была отобрана экспертами конференции как соответствующая критериям научно-технического проекта и представлена в галерее лучших проектов на сайте конференции. Чтобы разработать геометрическую 3D-модель подводного транспорта «Аквакар» в программе «Играем» на основе современного инженерного направления «Бионика» на прототипе транспорт-автомобиль, мы изучили способы передвижения морских обитателей, выбрали биологические свойства, которые помогли им приспособиться к жизни под водой, определили, что эти свойства связаны с формой и способами передвижения, которые помогают им комфортно передвигаться под водой. Обсудили с ребятами, какие свойства формы подводных обитателей можно перенести на части автомобиля, кузов, корпусы, колеса, какие геометрические тела передают эти свойства. В схеме проекта «Автомобиль» заменили значение частей у формы на те, которые мы определили у подводных животных. В этой деятельности нам помогают вопросы игровых признаков, которые представлены в схеме и обозначают признаки часть, форма, цвет, материал, размер, количество частей. Первый персонаж в схеме «Улитка». Мы определяем части нашего объекта. Аквакар состоит из трех частей – кузов, корпус и колеса. Следующий персонаж «Осминог». Мы определяем геометрические формы для каждой части. Кузов должен быть обтекаемой формы, прозрачной. Для этой части нам подойдет голова медузы Атолы. В галерее осьминога выберем форму шар. Корпус имеет широкое основание, гладкой обтекаемой формы. Для этой части подходит форма тела ската. Выберем форму куб, которую сделаем такой же плоской, как тело ската. Колеса позволяют машине передвигаться по дороге. Нам нужна машина под водой. Возьмем гидролокаторы, подаренные природой дельфинам и китам. Подходящая форма – пирамида. Следующий персонаж в схеме «Хамелеон». Мы определяем значение цвета для каждой части. Кузов прозрачный, корпус красного цвета, колеса зеленого цвета. Листотел поможет нам определить материал. Кузов стеклянный, корпус и колеса из пластика. Другие значения материала не подойдут. Например, ткань и бумага намокнет. Они непрочные. Камень тяжелый. Определить размер каждой части поможет персонаж-слон. Кузов среднего размера, корпус большого, колеса маленького размера. Последний персонаж в схеме – муравьи. Они определяют количество частей. Кузов и корпус по одной части, колеса две части. Так получилась новая схема подводного транспорта, где использованы полезные свойства подводных обитателей. Данный инженерный подход называется «Бионика». После того, как схема подводного автомобиля собрана, приступаем к этапу компьютерного моделирования в Лигра Гейм. Инженер-конструктор – это твой престиж. Инженер-конструктор, будь всегда собой, за свою идею смело в бой. Инженер-конструктор – это твой престиж. Чтобы новое устройство для людей изобрести, Избегая беспокойства, ты учись и ввысь расти. У тебя предназначение не такое, как у всех. Острый ум, друг, озарение и успех. Инженер-конструктор – это твой престиж. На своей работе ты опять горишь. Инженер-конструктор – будь всегда собой, за свою идею смело в бой. Созданную модель в виде файла STL распечатываем на 3D-принтере. Тестирование функции Аквакара проводим в виртуальной среде платформы Caspace на основе блочного программирования. ...сценарий. И сейчас посмотрим, погрузится ли все-таки она в воду. Как вы думаете? Да. Да? А давайте проверим. Смотрите, что она делает? Плыркает. А еще что делает? Квыркает. Квыркает. Переворачивается, да? Угу.